Итак, всем привет, с вами Дубка, и мы продолжаем играть в Der Bruder Karinj за Австрию. Наша Австрия поднимается, всякие преступные элементы в стране были подавлены, наш Карл I прекрасный Цезарь нового поколения все здесь контролирует. В общем-то, все отлично, осталось только подавить на севере Германию, показать, что единственная Германия настоящая это мы, мы как бы попозже это все покажем. С Ранцией разобраться и с Россией, ну, первостепенно, конечно же, Пруссия, Россия и Италия наши противники, так что поехали, а вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы пока что добиваем Сербию и вроде как очень успешно, параллельно делая прекрасные фокусы на промышленность, как же приятно их делать, черт возьми. Давайте сюда. А вот и началось прусское вторжение в Саксонию. Германия начала, Северо-Германский Союз, по крайней мере будущий, начал свои какие-то неприятные для нас действия. Нам нужно быть настороже, и, пожалуй, давайте начнем уже строить военные заводы. Как-то, я думаю, с фабриками пора заканчивать. Саксония просит о помощи, мы в теории можем им помочь, но пока что, пока что, к сожалению, нет, пока что потерпим. И Саксония быстро капиталирует. Неприятно это для саксонцев, для нас примерно пока плевать. Мы же занимаемся здесь Сербией, надо будет забрать Сербию в свой альянс. Это мы сделаем очень быстро. И вот Сербия обредных вещей победила. Прекрасно мы сможем их теперь по фокусу вот здесь вот забрать в свой альянс. Мы можем, конечно, их зааннексировать в теории, как бы. Ну, посмотрим. Или да, мы вообще сможем их аннексировать в теории. И с вот этими стейтами. Может быть, так и стоит сделать, кстати говоря. Единственное, давайте сделаем сразу исследование легких танков, чтобы их, собственно говоря, исследовать. И сразу делать самые лучшие танки, что мы в теории можем. Я думаю, наш план будет стоять в том, чтобы быстрым ударом выбить вот здесь вот Пруссию. И затем уже потихоньку победить Россию. Потому что Пруссия выглядит послабее именно и по промышленности армии. И, в принципе, у нее здесь территорий намного меньше. Нам будет достаточно просто пробиться к Берлину. Имперский танковый корпус готов. Мы еще себе этим Ромеля разблокировали. И, блин, есть неплохая идея пойти вот сюда, по военным заводам. И по фокусам вообще политическим. Там так-то неплохие вещи. Но я думаю, стоит сначала забрать ящик исследований и вот этот вот баф. Ну, как и фабрики военных заводов здесь тоже. В России началась русско-японская. А вторая пускай занимается вот этим вот британские санкции. Приятные бафы для нас. Потому что им это дебафы, соответственно, нам плюс. И, конечно же, ставим Ромеля, потому что это очень хороший баф для наших танков. Я думаю, переделаем все эти дивизии в танковые. Потому что они наиболее близкие. Материзованные я прям не особо хотел бы отдельно иметь. И стоит доделывать здесь вот нашу дивизию, я думаю. А также я создал ПТ-установки, которые должны нам поднять бронебойность. Пока что у нас проблем с ними вряд ли будет, с вражескими танками. Но так, на всякий случай, пускай деничка будет стоять. Бронебойность будет повышена нормальным образом. В таком случае стоит делать, наверное, вот так. Сюда поставить. И чтобы у нас роганяция была хотя бы 30. Ну, потому что мы пойдем во вторую доктрину. Следовательно, если бы был первый, наоборот, был бы делал. Но во второй лучше иметь чуть побольше роги вот здесь. Дивизия выглядит теперь, ну, я бы сказал. Ну, плюс-минус готовый, максимум нам еще всегда огнеметные танки нужны. Юркрусия влияет в войну Ганноверу, да. Очень-очень скоро будут у нас тут конфликты, я с ней чувствую. Франция готовится к защите. Ну, это не самая хорошая новость для нас, потому что я был бы непротив, чтобы они атаковали. Но я все равно рассчитываю победить в войне в одиночку. Так что я думаю, мы справимся и так, и так. Да, вот Пруссия и отъел от всей территории. Немножко промышленность апнула, но все еще очень маленькая. Промышленность у них, так, в основном, после третьей Венгерской революции. Не вернее, почему это произошло сейчас, но, допустим. Идем, как я и говорил, в бафчик, наверное. Кремия и слот нам точно исследовательски нужен, нам очень не хватает исследований. И вот оно, Северо-Германская конфедерация появляется. Я бы сказал, появляется угроза на нашей границе. Но мы потихоньку готовим и свою армию, так что мы не будем к этой грузине готовы. Будем более чем готовы. А еще, я думаю, нам нужно вот это сделать, чтобы там ребята не взорвались. Просто помнишь, там если какие-то фокусы не сделать, что-то там, то они могут взять и взорваться случайно. Нам бы, наверное, этого не допускать. Потому что это наши туза, их надо прикрывать обязательно. Такое первое правило. Давайте так и возьмемся объем производства, потому что я думаю, что война не будет прямо сейчас. Они только-только сделали Ганновер. А там еще должны быть какие-то другие фокусы в теории, по крайней мере. Ну, как бы, да, вот оно. Тут слезли война. А Ганновер только вот здесь. Так что у нас еще есть неплохое время. И вот он, Стальпакт, о котором мы все знаем. Так, кстати, мы можем субъект какого-то исправить. Ага. Сыгреженную маринетку сделать из Балварикс. Не очень понял, почему я фокусы-то еще не сделал. Это интересно. Может, у них тут какое-то есть? Да, у них есть. У них в основе у всех падает потихоньку. Приятно. А если мы это сделаем, получим часть их промышленности? Да. В отличие от текущей ситуации, когда мы не получаем их промышленности. Меня это устроит, потому что у них есть некоторые фабрики. И они их, в принципе, продолжали делать по фокусам. Или они могут повысить? А, ну все, нет, это нормально. Они очень близки, но сейчас потихоньку дальше пойдут. Отлично. У нас еще тут есть вот такая вот... Здесь вот граница, которую тоже стоит, наверное, не забывать. Давайте туда лишь небольшие силы выделим. Но все-таки стоит, наверное, выделить. И вот этого парня отделить в отдельного танкового генерала. Давайте-ка мы пойдем вот сюда сейчас. Я так посмотрел. Либо-либо. Можно просто забить вообще на Францию. Просто здесь интересный вот этот баф. 15% скидки и атака защиты пехоты. Давайте-таки, наверное, в этот баф сходим, как минимум. А еще, так как у нас очень много политики, давайте возьмем все стабильность и поддержку войны вот отсюда. Я думаю, очень даже было бы неплохо, потому что у нас очень далеко база от сотки находится. Ее бы поднять было приятно. И Франция принимает наш договор? Отлично. Теперь мы тут сможем подзащититься. Это хорошо. У них, по-моему, там какие-то бафы нам тут могут даться. Давайте поищем. У нас есть какие-то кайзера. Ну, нет, это не оно. Но где-то там, по-моему, были. И самое главное, мы взяли баф. Можно вот это сделать. Но это уже вторично. Нам самое главное было получить вот это вот. И это должно было, да, сделать нам минус стоимость производства. Оно так и сделало. Просто поверх. Это даже не концерн. Отлично. Что у нас остается? Политку, наверное, забрать. Потому что и военный баф, конечно, можно было бы. Но посмотрим. А, смотрите. Скорость по плане плюс 10. Коэффициент численности войск-свет назначения плюс 50%. Ебать, это же очень сильно. Очень хочется туда пойти. Но давайте возьмем точно вот этот баф себе. Я там не знаю, в каком Германии состояние. Это вроде пока не спешит. Давайте какие-то территории. Может, попробуем вас забирать у разных стран. Тут, конечно, они уже в Альянсе. Ну, я думаю, мы же нормально себя будем чувствовать, верно? Здесь насчет Альянса надо прикрыть еще румынскую границу будет. И Франция оберет войну Нидерландом, потому что там пришли в классе коммунисты. Это приятное влияние. Кстати говоря, Бельгия, они все еще не подъели. Почему-то. О, и наша разведка в Германии. А я туда шпиона закинул. Позволяет нам видеть, что у них по фокусам. И, черт возьми, они очень даже близки к войне. Тут сколько? Три фокуса примерно. Хотя, вот смотрите, есть условия. 1 января 1939-го, то уже есть. Либо просто после первого единства. Окей, то есть, ориентируемся на первое единство. Я не думаю, что они смогут армию из ничего поднять. То есть, это быстро. Скоро. А вот оно, смотрите, 10 атаки. Нам можно взять вот отсюда. Вот. Так что, давайте все-таки сделаем. И что, мы можем взять их себе, либо съесть, я так понимаю, их и Боснию, вероятно. Блин, ну съесть их вообще выгоднее, как будто. Ну давайте попробуем. Я просто не думаю, что Югославия может получиться. Было бы круто, если бы была Югославия. Но я не думаю, что будет Югославия. Ладно, к черту, раз мы... Нет, ладно, не к черту, это быстрее. Делай так, что выйти сюда. Посмотрим, что это нам даст. Россия блокирует нашу аннексию Буковины. Смотрите-ка. Между нами и Россия. Буковина. Это вот здесь вот. А, я так понимаю, это типа мы не успели. Вот это мы хотели получить себе. Это мы не успели до того, как Румыния вступает к России. Ну, мы брали поважнее вещи. И Сибирида к нам присоединяется. Прекрасно. Давайте Македонию попросим у Болгарии. Но, видимо, она тоже откажет нам, скорее всего. И готовимся вот здесь вот наступать. Потому что здесь ребята будут против нас. Италия, и Россия. Есть только здесь небольшая Франция. Но это нам вряд ли поможет. Итак, передать первый венский орбитаж. Название было у ивента. Вот сюда нам надо. 10 атаки. Это очень много. Так что пишем сюда. А здесь ребята что делают? Еще не сюда, кстати. Идут что-то другое выполняют. Видимо, вот эти они фокус сначала сделают. Если так, то это отлично. А еще можно поднять призыв. Потому что просто почему нет. И делаются легкие танки. Огнеметные. Вот такие вот. У них... Ну, кстати, не уверен я, что стоит вот это все добавлять. Но мне кажется нормально. Небольшая баф защиты и атаки нам не помешает. И надо двигатель поднять до уровня наших танков. То есть, хотя бы 8.5, насколько я помню. 8.3 здесь. Окей, 8.3. То есть, вот так. 5.71. Очень дешевые огнеметные танки. То, что нам сейчас и надо, я думаю. И Греция вступила к нам в Союз. Отлично. Вряд ли это нам сильно поможет. Но нам нужно было это сделать ради вот этого фокуса. Так что идем в него. И второй венский орбитаж. Мы благодаря забираем территорию. Кстати говоря, они отдают спокойно. Смотрите. Даже не придумают ничего. Приятно для нас. Я вижу, ребята, фокус. Фокус, фокус происходит у Германии. Но мы как раз вышли к бафу на атаку. Потом возьмем сюда баф на атаку. И, наверное, пойдем дальше. Вниз просто. В любом случае, 10 атаки самое важное взять сейчас. Кроме этого, мы, по-моему, во всем к войне готовы. Можно еще диверсионные войска взять. Потому что у нас есть горняки. И у нас будет еще больше горняков в будущем. Плюс я бы, наверное, небольшое количество пехоты вот отсюда, пожалуй, дополнительно закинул бы еще горнякам. А там Россия взяла и замаринетила Болгарию и Румынию. Да, нужно будет туда войска поставить. Но Россия будет, кстати говоря, не сразу против нас в войне. Это значит, что мы сделаем, наверное, я. Делаем такой микроход конем. А именно микроход нашей всей армии. Эти ребята точно будут сразу в войне. Мы это знаем. Так что... Мы сделаем, пожалуй, вот так. Попробуем выбить как можно быстрее сразу Пруссию первой. Так. Только... Вот так я хотел сделать. Отлично. Армия у меня здесь отличная. Сразу, как только мы сможем нападать, мы будем нападать и тут, и тут. Здесь мы просто будем кое-как удерживать границу, если вдруг они зайдут быстро. Но вообще они не должны заходить быстро, в теории. Продолжаем здесь также обучать пехоту. Нам ее нужно очень много. Я думаю, знаете, мы сначала посидим вот здесь, в масштабном планировании. Если они будут у нас атаковать, если нет, мы сразу переключимся на вторую доктрину. Просто пока что то, что мы окопались, нам на самом деле будет очень полезно. У нас, кстати говоря, очень хороший адмирал по водным лодкам. Это приятно видеть. Скачиваем его. Он у нас, может быть, в Италии тут что-нибудь поделает. Можно, наверное, также вот ударное соединение поставить. На обычный флот у нас есть Хорти. А Хорти, кстати, вроде даже и неплохой лидер. Прибережные зоны. Это как раз-таки здесь, кстати. Да, я думаю, мы именно его себе и берем. Да, он реально имеет очень хорошие бафы. Прекрасно. И у нас есть авеносец. На нем самолетов, что немножко забавно. Но да, именно так у нас ситуация и обстоит. Давайте чисто сделаем такой вот. И туда, не знаю, один военный завод. Нам больше не нужно. У нас только одиновенность. И бафчик взяли. Можно пойти взять Албаню. Но я бы скорее взял себе еще один баф на организацию и на атаку. Думаю, это более чем подходит для нас сейчас. Также мы следовали новые легкие танки. Значит, что мы можем их все поменять. Прекрасно. И вот у нас Алезия или война. Мы сейчас еще подождем по максимуму, чтобы максимум произвести снаряжение. Потому что у нас еще немножко не хватает того-сего. Но в целом мы, очевидно, откажемся. И вот оно, один день. Получают они аннексию. И я полагаю, подненадить, должны объявлять войну. Да, так и есть. И мы сами сразу находимся в атаке. У нас галочки, видите, горят. Переключаем всю нашу авиацию работы днем и ночью. И в атаку Германии. Вот здесь вот северогерманские конфедерации. Здесь у нас авиация вся на позициях. Здесь у нас все на позициях. Нужно только немножко истребителей им сюда подбросить. И мы будем готовы. Ну, я думаю, что это можно подзавершить текущую серию. Сама война уже пройдет в следующий. А с вами, ребят, был Добей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Ссылки в описании у нас есть на Twitch, Discord Boost. Обязательно вступайте. До скорых встреч. Всем, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok